Иди отсюда, бедный мигрант, приперся в Финляндию, в Хельсинки. Представляете, 93 года, ну, чтобы заботиться об отце, не пустили, не дали визу, вот еще. Это розарение. К деньгам, если к деньгам, то я рад. Друзья, всем привет, с вами ваш любимый блогер, который только что убирался. Друзья, ну вот вы знаете, все-таки вот этот вот стиль испанской жизни, о чем я говорю, что надо держать окна открытыми, чтобы был сквозняк. Потому что если нет сквозняка, то из-за очень сильной влажности вы понимаете, что здесь начинает все просто преть. Но ведь все же с улицы это несет очень сильно. Вот я убираюсь, да, подметаю где-то каждый там второй день. И вот целый совок, такой вот знаете, как это сказать, такая вот пыль, которая возвращается, уже скомкивается вот так. Друг сегодня ко мне приполз, представляется, где он там. А он тут уже живет такой. Живет. Но я только хочу, чтобы было к деньгам. Не к дождю, а к деньгам. Но вы пишите свои комментарии. К деньгам, если к деньгам, то я рад. Если к дождю, то... То не знаю, может быть, вот и к дождю. Сейчас я вам переключу. Немножко ля-линеюшки вам покажу. Пасмурно, видите, уже как-то у нас все пасмурно и пасмурно. Где-то там эта гора. Гора. Гора еще что-то нормальное там. Ну, пасмурно, пасмурно. Это мой шопинг. Кстати, напишите мне, если у вас точно такая же привычка, как у меня. Я вот могу купить. И у меня пакет шопинга может простоять просто неделю, пока я его разберу. У меня нет вот такого, знаете, вот такого excitement. То, что вот надо разобрать прямо сейчас там. О, мои покупочки там. Я вам ничего не показывать не буду. Вы-то все видели. Кто не видел, посмотрите предыдущее видео. Я же там в примерочной все примерял для вас. Это что-то каштанки купил. И белую эту баечку такую. По фигурке, которая у меня была. Все. Ну, и эти пачи. А что-то пачи надо было наклеить. Хотя вот здесь вот реально. Я сколько говорю, что не надо даже пользоваться никакой косметикой. Надо пользоваться никакой косметикой. Вообще вот просто кожа как-то она сама по себе, знаете. Вот все. Все хорошо. Вот ты не чувствуешь, что тебе надо как-то там что-то, знаете, намазать. Как-то себя там увлажнить или еще что-нибудь. Все хорошо. По вашим просьбам, в комментариях пишите комментарии. Рассказываю вам историю про мои кружки. Посмотрите, какие кружки. Это глина. И это ручная работа. Мне очень нравится именно по утрам из них пить кофе. Такая, ну, знаете, такой ритуал уже. Вот. И вторая, значит. Это вот, это, наверное, принц. Это принц, да. А вторая с принцессой должна быть. Сейчас я вам покажу. Давайте покажу. Да, с принцессой. Видите? Это принцесса. Это ручная работа Пия Нюландер. Пия Нюландер. Вот. Ну, и интересная история у них, знаете. Мне кажется, что мы, может быть, с Пией где-то в прошлой жизни встречались. И вот в этой жизни нам надо было завершить этот, закрыть этот гильштадт. И чтобы я у нее купил кружки. Рассказываю историю. Значит, мы с подругой поехали. Ну, подруга есть, Юлька. Мы вообще оба из Барановичей. Только она живет сейчас уже в Швеции. Она осталась в Швеции. Какая, ну, такая вот интересная история. Я же в Швеции учился когда-то, да? Прикиньте, я, значит, помню этот день, что когда я визу в шведское посольство поехал сдавать, да, на визу документы. Помню, что сидит там, ну, в приемной, такая девчулька такая, знаете. Ну, какая-то такая, знаете, такая нервничая, нервничая такая, нервничая. Ну, я как-то так смотрел, ну, просто, что запомнилось так особо все. Что телефон падает, тень не нервничал. Так, допиваю ковеек. Спринтом. Вот. Ну, потом уже мы приехали в Швецию. И у нас, как бы, первый день ознакомительный со своей группой. И я вам как-то ее вспоминаю. Вот, знаете, такой думаю, где-то я ее уже видел. Где-то я ее видел. Вот. Ну, а потом мы уже там познакомились, что мы, типа, там, у нас было сколько из Беларуси, наверное, трое. В моей группе. И... А потом мы даже выяснили, что мы из Барановича. И она из Барановича, и я из Барановича. Вот. Ну, мы оба учились в Минске, как бы, все такое. Вот. Ну, она осталась в Швецию. По отношениям там, по отношениям. И уже я в Риге жил, она в Швецию. Мы решили, что надо как-то встретиться. И мы выбрали, как бы, город. Ну, типа, куда мы оба поедем потусить, гулять, посмотреть. И мы выбрали Хельсинки. Хельсинки. Ну, друзья мои, Хельсинки, это вообще, конечно... Это разорение. Хельсинки. Это просто можно разориться, друзья мои. Просто можно разориться. Так дорого вообще все. Ну, я не понял, чтобы отель был дорогой. Не был дорогой отель. Не был. Но все остальное очень дорого. Прямо очень дорого. Мне кажется, Финляндия такое, знаете... Такая страна, которую вот... Лучше как-то исследовать, может быть, по природе. Если вот хочется где-то отдохнуть. Может быть, там в лесу. Кажется, там было очень красиво. Такая страна, знаете, там все-таки озер, лес. Как бы прикольно. Но, ну, что там в этом Хельсинки смотреть? Ну, там реально, там вот просто, ну, город на три часа. Просто обойти, как любая европейская столица. Церковь на главной площади. Пару улочек с какими-то сохранившимися там, либо домами красивыми. Ну, и все, больше ничего нету, в принципе. Вот-вот усердно. Вот весь Хельсинки наш. И, ну, мы вот гуляли. И там около порта. Около порта. Я не знаю, кстати. Вот финны вообще долбанули, что ли. Что они там? Что они там, напились, что ли, уже? Что они эту визу не будут открывать россиянам? Ну, чё, 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 чё вы хорошего сделали в этой жизни, называется? Ну, и что, что вам, что вам теперь? Ну, видите, это, это план, это план коллективного Запада, да, то есть, вот всю эту вот, да, то есть, граница полностью отрезана, да, то есть. Сейчас Норвегия перестанет выдавать, Финляндия сейчас перестанет выдавать, Эстония, Латвия, Литва, они выдают уже, да, и все. Теперь только ты можешь, ну, кто из России, у меня сколько, 25% меня смотрят из России, ты из России сможешь попасть только, если у тебя есть какая-то причина в тех странах, а приграничные страны, которые, наоборот, более всего выдают, да, потому что многие же и родственники, и все, все. Мне даже подписчицы рассказывали, вот ужасная история, в Латвии захотели перевезти из России отца своего уже 93 года, но не дали, визу не пустили, не пустили, представляете, 93 года, ну, чтобы заботиться об отце, не пустили, не дали визу, вот еще. Мне кажется, это так аморально, это аморально, вне зависимости от того, как развивается ситуация, вот это аморально, вот это аморально. Жалко, жалко, что так вот поступают. Ну, что так, я не думаю, что если вот выйти на улицу, например, да, и спросить просто там 10 случайных прохожих, вот, ну, как-то считается, надо было бы выдать визу в такой ситуации. Мне кажется, даже самые закоренелые латыши бы поняли и сказали, ну, конечно, да. Ну, сколько этому человеку тут уже осталось, да. Ну, конечно, с юридической точки зрения, да, ну, пожалуйста, уезжай туда и смотри своего отца. Ну, так это сейчас происходит. То есть, государству, в принципе, наплевать, что у тебя здесь своя жизнь, работа, доход, да, друзья, коллеги, имущество. Да, да, уезжай к своему отцу в Россию и заботиться о нем. Юридически не придраться, но морально. Ну, моральность уже, по-моему, нет ее моральности. Ладно, наперемся кружечку. И там, значит, в Хельсинки около порта есть, ну, как бы, рыночек такой. Рыночек, ну, это, наверное, как бы считается их какой-то, чуть ли не центральный, там рыночек. Ну, там реально, знаете, две палатки, три ремесленника, рыбку там привозят, да. Ну, что-то там поесть такое, может быть, финское, для туристов такое. Вот. Ну, и стояла вот эта вот женщина. Такая очень скромная, такая финская женщина. Ну, у нее были вот разные, то есть это ручной работа, вот посуда. Ну, из глины. Я думаю, что все всегда где-нибудь довидели. Я подхожу, вы знаете, у меня вот просто глаз, вот просто падает на эти кружки. У нас просто падает глаз на эти кружки. Я смотрю на них, я понимаю, что вот мне что-то от этих кружек надо. Они мне очень нужны. Я подхожу к ней, говорю, ну, сколько они стоят? Могат, 35 евро. Я так думаю, бля, ну, реально, две кружки за 35 евро. Я говорю, очень красивые, но очень дорогие. Именно так, знаете, помню это выражение, так, пожалуй, руками. Ну, не руками, ключами, извиняюсь. Такая, думаю, да иди отсюда, бедный мигрант приперся в Финляндию, в Хельсинки, вали отсюда. Ну, я не знаю, для финнов. Кто-то меня, Миша, смотрит из Финляндии. Вы же пишите мне в комментариях иногда откуда. Вы пишите обязательно откуда, потому что очень много пишут в комментариях, а у нас сегодня 23 градуса, либо там, а у нас это стоит столько. Откуда я знаю? Где у вас? И другие, кто общается в комментариях, откуда они знают. Пишите откуда вы, обязательно, конечно же. Ну, вот, друзья мои. И, значит, я так взглотнул. Я не могу сказать, что у меня не было этих 35 евро, но, знаете, со своей там латышской зарплатой это было нормально, так годиков-то нормально так. Ну, друзья, что-то не обманывать, ну, больше, чем 5 лет. Я думаю, может быть, 6 лет назад, 7 лет назад. Вот так вот. Ну, сколько я тогда получал? Ну, может быть, ну, косарик, наверное, я в Латвии получал. Ну, чистенький. Ну, чистенький, наверное, где-то штучку я получал. Ну, и на этом фоне, понимаете, это все-таки поездка. Ну, мы ездили, в принципе, мы ездили, в принципе, хорошо. Это было, мне кажется, мы ездили в июле. Ну, кажется, мы ездили летом, да. Была хорошая погода, хотя было такое, знаете, балтийское лето такое. Или осень мы ездили, не помню. Ладно, неважно. Нет, летом. Вот, и... Ну, там мы уже гуляли, все, то, то. И пришли в отель, и я вам вот клянусь, я просто не могу заснуть. Я закрываю глаза, и я вижу эти кружки. Боже, ну, у вас есть такое, скажите? Ну, скажите, ну, есть такое. Вот, ты придешь в магазин, знаете, ну, тебе понравилось, ну, не знаю, что, вещь какая-то, шмотка какая-то. Ты ее там примеряешь, ты думаешь, блин, как классно там, Но цена, ну, вот, жаба душит, просто вот так вот отдать. Ну, дорого. И ты оставляешь, и ты потом приходишь домой, и у тебя начинается вот этот вот мандраж, ты себя видишь в этой шмотке там, либо ты представляешь себе эту вещь, и думаешь, блин, 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 блин. И вот эти страдания, и вот это такое душераздирающее, такая вот эта вот вся фигня случается. И что выдумается? Я это, я уже там, Юля, весь мозг проел этими кружками, вообще, а нам уезжать на следующий день. Я не помню, я, наверное, там на пару часиков позже, наверное, уезжал, потому что, ну, она в Стокгольм, а мне в Ригу. Вот, и буквально там вот, с утра было бы совсем чуть-чуть времени. Я говорю, Юля, надо идти и брать эти кружки. и я с утра, ночью, проснулись, завтракали, и пошли за этими кружками обратно. Она там снова стояла, кстати, повезло. Ну, это выходные были, поэтому этот рыночек работал, и она стояла. И я прихожу, говорит, я говорю, знаете, я не мог заснуть, мне ваши кружки не давали покоя. Ну, значит, они твои. Значит, они тебя ждали. Да, они меня, я думаю, что они меня ждали. Они меня ждали. Там, пия. Видите? Ну, знаете, может быть, когда-нибудь она станет супер популярная в Финляндии. Да, и через много лет эти кружки будут стоить очень-очень дорого. Я не знаю, я, конечно, не антиквар. Вот. Я думаю, что, ну, не знаю, мне какое-то, знаете, такое хорошее чувство, когда я с них пью. Мне нравится именно с утра почему-то пить из них кофе. Они быстро, как эта глина, быстро нагреваются, знаете, держат тепло. Так вот. Вот. Так что, каждая кружечка 17,5 евро, да, нет. Ну да, не знаю, не знаю. И только их, вот, я, я с собой перевез уже из Латвии. Но я не мог оставить. Я не мог их оставить, потому что они вот как-то, я говорю, что что-то вот как-то из прошлой жизни, наверное. Спасибо вам за сегодняшний рассказ мой, что послушали. жду ваших комментариев. Всем хорошего дня, утро, вечер, лучше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.